Зеленая набережная, стильный исторический центр, комфортные дворы. Новый облик или, другими словами, дизайн-код Краснодара, как европейского города, обсудили в дискуссионном клубе Общественной палаты города. Своими идеями архитекторы и дизайнеры поделились с главой города Евгением Первышовым. О том, как будет преображаться город в ближайшие два года, расскажем прямо сейчас. В этот раз тема дискуссии – как придать индивидуальности родному городу, что нужно, чтобы кубанская столица заиграла новыми красками. Но для этого нужно выработать общие правила. Ведь бывает так, что новое строительство размазывает общую стилистику города. Каждый объект создается как единственный, как в чистом поле. Это, наверное, и есть попытка сделать что-то хорошо, но в отрыве от существующей среды. Поэтому, конечно, мы видим какие-то экстремумы, которые, может быть, возбуждают интерес, взгляд в наши дискуссии. Но это всё происходит именно из-за того, что мы должны сформировать какой-то общий стержень нашего развития. В дискуссии принял участие глава города. Евгений Первышов рассказал, что рабочая группа из ведущих архитекторов уже готовит эту основу. Масштабный макет исторического центра, который станет основой для дальнейшей работы с каждым инвестором и застройщиком. Возведение зданий в центре Краснодара, как и реконструкция фасадов, будет под пристальным вниманием архитекторов и жёстко регламентированным. Он будет чётко понимать, что на этом месте он может сделать. У него будет этажность, у него даже вплоть до того, что мы будем подготавливать и фасадные решения, которые должны сочетаться с улицами, должны сочетаться с той архитектурой, которая находится на территории того или иного квартала. И вот это правило, если мы его утвердим, вот поверьте, лет через сто, следуя этим правилам, мы получим тот результат, который мы хотим. Когда мы цель поставим, у нас неизбежно ещё появятся два подскудных вопроса. Да, мы определили, куда мы движемся, но, соответственно, кому-то нужно это делегировать и определить. То есть кто-то должен этим заниматься, развитием, и как к этому развитию идти. Это два таких вопроса, которые меня, рассчитывая, как архитектора тревожит. Шаги навстречу новому Краснодару уже сделаны. Идут масштабные работы по федеральному проекту формирования комфортной городской среды. Полностью обновляют пять общественных территорий. Площади перед кинотеатром «Болгария», Первомайским судом, бульвар «Дальний», Вишняковский молодёжный скверы. А ещё меняют облик восьми жилых кварталов, в каждом от пяти до пятнадцати дворов. Там заново прокладывают дорожки, ставят детские спортивные площадки, строят парковки, высаживают деревья. А ещё люди сами участвуют в субботниках. Это хорошее лекарство от психологии забора и вандализма. Люди друг с другом просто за это время, 90-х или 2000-х, очень сильно перессорились. Они просто не выходят в отбор свой. Отбор стал каким-то местом борьбы. Когда раньше, в советское время, отбор был местом встречи. Когда люди хоть один раз копнут землю, посадят, ходят одно дерево, после этого уже начнётся общение, защита своей территории, каждый будет следить. Потому что до этого что ни делали, какую лавочку ни строили, на следующий день это всё поломано, там грязь, никто за собой не уберёт и так далее, и тому подобное. Ещё один масштабный проект – Большая набережная для прогулок от Рождественского до Парка 30-летия Победы. Первый шаг – берегу укрепления на участке от улицы Тургенева до Рождественского парка. Там нужно построить парапет и лестничный сход к реке. Сейчас идут конкурсные процедуры. Проект должен быть готов уже в феврале 2018-го, чтобы в мае объект включили в федеральную программу. Участники дискуссии предложили ещё много идей. Например, заранее подбирать места под памятники или арт-объекты, чтобы они появлялись на подходящих им площадках. В разговоре они затронули и тему Всесвятского кладбища, который сейчас является памятником истории. Ещё предлагали простые способы, как привлечь инвесторов к озеленению города. Не бояться того, чтобы было до революции, когда все эти места называли в честь тех людей, которые вкладывали в это деньги. Пусть все остальные предприниматели обзавидуются и сделают маленький где-то сквер своего имени. Пусть там какой-то памятник своего имени. Глава Краснодара отметил, что готов к большой совместной работе. Бренд Краснодара непонятен. Будущее Краснодара непонятно. Я считаю, что там и час, и два ещё необходимо посвятить времени к обсуждению. Я опять же говорю, многим из вас пришлю приглашение для участия именно в архитектурном совете, который будет создан. Это очень будет интересная работа. Она, конечно же, общественная, но она увлекательная. За разговором участники дискуссионного клуба не заметили, как пролетели три часа. Глава Краснодара оказался прав. Этого не хватило, чтобы обсудить все проблемы и идеи. Поэтому договорились продолжить дискуссии. Только теперь каждая встреча будет посвящена определённой теме. Это поможет за более короткий срок выработать предложения и решения, способные сделать город современнее и стильнее.